Не классика в классическом окружении. В комплексе Тверского императорского дворца открывается персональная выставка Игоря Новикова. Член-корреспондент и академик Российской Академии Художеств. Он известен как художник-нонконформист, один из апологетов современного искусства. Тема интереснее и необычнее эта экспозиция, для которой своей площади предоставил самый известный музей Верхневолжья. Игорь Новиков – известный в мире современного искусства русско-швейцарский художник. Он входит в список самых дорогих и востребованных мастеров на отечественном арт-рынке. Теперь его работы могут увидеть и тверичане. Например, посетители Дворцового сада, где на выставке «Фантомы-марионетки» представлены вот такие фигуры человечков. Это как маленький театр людей, сценки, которые я создаю. И эти человечки-марионетки, иногда они фантомы, иногда это шуты, паяцы. И вот они представлены, вот эти 12 всего фигурок, они представлены в вашем саду. Инсталляция в саду является частью экспозиции работ Игоря Новикова. Они выставлены в уже традиционном месте – на третьем этаже Восточной башни Императорского дворца. Все эти работы, написанные в разное время, начиная с 70-х годов, являются ярким образцом современного искусства. Куратора выставки это ничуть не смущает. Классический музей должен развиваться, как Игорь Алексеевич правильно сказал, до 21 века на дворе. И мы открыты для всего нового. И мне кажется, это здорово, что к нам приезжают такие художники такого масштаба. Сам Игорь Новиков отмечает, что такие выставки имеют большое значение для культурного развития нашей страны. В первую очередь для провинции, где далеко не всегда привечают современное искусство. Недаром Тверь стала первым городом, где мастеру сказали «добро пожаловать». В Тверь первая сказал «вот парк, давайте, мы хотим это видеть и хотим показать». Это не было ни в Туле, ни в Ярославле, ни в Плёсе. Я предлагал в Плёсе, но они испугались. Почему-то. А вы сказали «да, мы хотим». В эту среду в Императорском дворце прошел пресс-показ выставки. Официально она откроется 8 октября и проработает до декабря. Так же, как и инсталляция в саду, где для его посетителей будет и текстовая информация на табличках. Дабы народ не приходил в отрабь от таких фигур, а привыкал к тому, что искусство — это не только классические боги и сфинксы, но и вот такие фантомы-марионетки. Субтитры подогнал «Симон»